Друзья, я прочитаю из Евангелия от Луки, с 19 главы, 41 стиха. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нём и сказал, «О, если бы и ты, хотя в сей день твой узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и оставят в тебе, не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Друзья, сегодня великий праздник, торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Ну, казалось бы, что для нас такого важного или что для нас такого великого тут? Кто был в Иерусалиме, тот знает, что, ну, в общем-то, этот путь, он совсем, ну, он и не большой, и не маленький. Ну, вот гора Илеонская, вот спуск, вот храмовая гора, вот оно, если стоять как бы посрединке, оно всё видно. Ну, балочка и подъём, и всё. И тем не менее, весь христианский мир об этом вспоминает. Друзья, все евангелисты описывают это событие, и это очень важно для нас. Почему так? Смотрите, не просто описывают это событие. Я бы даже так сказал, что Евангелие чуть-чуть замедляет ход своего повествования, чем ближе к Голгофе, чем ближе к этой ключевой точке вообще мироздания, тем подробнее и подробнее рассказывается об Иисусе Христе. Ну, вот, начало Евангелия. Благовещение, Рождество, да, Сретение. Потом мы читаем об Иисусе Христе через 12 лет. А потом читаем об Иисусе Христе через 18 лет. Потом читаем об Иисусе Христе, да, Крещение. Ну, жизнь его повествования, она, конечно, интересна. Ученики там всё, но они как мазки по картине, такие, ну, широкие, широкие такие. Вот, ну, ближе, ближе, ближе к Голгофе, ближе к Гефсимании. Вот, подробнее, подробнее, подробнее встречи, переговоры, какие-то общения, назидания, притчи. Всё говорится об Иисусе Христе. И вот торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Ещё он называется восхождением Иисуса Христа в Иерусалим. Друзья, за пять дней до смерти Христа все четыре евангелиста описывают это событие. Почему? Пасха у евреев праздновалась в четырнадцатый день первого месяца. Друзья, и по закону Моисея было постановление, что пасхальный агнец выбирался ровно за пять дней до заклания. За пять дней есть стих такой прекрасный, а до Голгофы оставалось пять дней. Друзья, именно в этот день Христос был явлен миру. Именно в этот день жертва была, ну, прилюдно, так сказать, торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Жертва приближалась к жертвеннику. Началось это великое священодействие. Начался этот путь, друзья, который привёл нас всех к спасению. Очень непростой, очень тяжёлый путь. Друзья, а внешне это выглядело так, ну, людям было непонятно. Плачущий еврей едет на ослёнке. Всё, вместо седла, всё по-простому. Вместо седла пыльные одежды странников, путников. Сколько дней они шли к Иерусалиму, ну, оно и понятно, не помыться, не побриться, не покушать нормально. Вот, и одежды они послали, и вот он заезжает в Иерусалим, плачет. Вот, радуются люди, ну, радуются незнатные жители Иерусалима, радуются не священство, радуются не фарисейство, а радуются простые, те, которые там где-то в провинции видели это воскрешение Лазаря, ну, знали эти все события. Такие же простые люди спрашивают, а кто это, кто это, царь или пророк? Вот, пророк. Друзья, попутная мысль для нас, очень важная. Знаете, кто для нас Христос, царь или пророк? Если пророк, ну, пророку и судьба пророка, он, гора Илеонская, сколько могил пророков, да? Убили того пророка, того пророка, того пророка, а пока пророк живой, то простому народу с ним хорошо, они исцеляют, они воскрешают, они чудеса творят, они всегда вовремя слово утешения скажут или обличения, но обличение всегда было для тех, для отступников, для, вот, а для простых людей слово пророка, оно всегда рядышком с ним тепло, вот оно присутствие Божие, друзья. То есть получать благо и успокоение от пророков, оно было, ну, интересно, друзья. Знаете, как оно и для нас. Царь – это совсем другое. Царь – это совсем другое. Царь – это исполнять приказания его и постановления подчиняться всем его законам в сферах жизни, во всё, во всех сферах, в учёбе, в служении, в работе, в быту, куда бы царь ни пошёл, что бы ни сказал, куда бы он ни повёл. Друзья, откровенно говоря, когда начались вот эти события с карантином, когда начался этот психоз пандемии, вот, с братьями собрались, рассуждали, вот, ну, немножко анализировали, братья, смотрите, обозначились какие-то недостатки, вот, хорошо у нас всё устроено, слава Богу, у нас очень хорошая церковь. Всё хорошо устроено, служение, у нас хорошо устроена музыкальная часть, фестивали, лагеря, всё правильно, всё замечательно. Но, но, видите, как оно оказалось? Не научили церковь умирать, не научили, сами не научились этому, друзья. Ну, а если царь завтра скажет нам, друг, сегодня ты прославил нас в жизни, а завтра прослав нас переходом, достойным переходом, красиво это сделай, ну, как царю не подчиниться? Друзья, слава Богу, что у нас прекрасный царь, милующий. Друзья, пусть Бог благословит каждого, чтобы мы Иисуса Христа воспринимали как царя. Да, дальше Христос говорит, если бы ты знал, что служит к миру твоему. Друзья, далеко не всегда люди отдают отчёт, что служит к миру нашему. Друзья, кому мы должны быть благодарны за ясное небо, за то, что глаза наши видят, за то, что у нас есть руки, ноги, за то, что мы с утра просыпаемся, есть что покушать, да, за благосостояние наше. Ну, кому благодарны, что служит к миру нашему? Кто служит к миру нашему? Друзья, какие-то успехи в тех или иных проектах, как в частной жизни. У нас есть дома, у нас есть квартиры, слава Богу. Друзья, так и глобально. Один момент напомню. Вы помните сегодня ещё какой день? 12 апреля. Это день космонавтики. Друзья, разве без воли Божьей человечество смогло бы продвинуться или подняться больше? Вот аэрокосмическая отрасль, воздушные перелёты. Друзья, всё по воле Божьей. Знаете, один человек, для меня это немножко вызов по жизни, Джеймс Ирвин, который в 1971 году с миссии Аполлон-15 летал на Луну, и один из 12 астронавтов, который ходил по Луне, когда его наградили почётной медалью, и на медали этой было написано, что полёт по жизни человека определяется силой его познания. Он взял эту медаль и исправил одну букву, перегравировал в слове «Его», сделал первую букву не маленькой, а большой, которая в корне изменила весь смысл. Полёт по жизни человека определяется силой его познания. Друзья, то есть умышленно все достижения человечества, все свои какие-то достижения, он сложил к ногам великого Бога и создал миссию, много ездил по миру, проповедовал. И когда он был здесь, на Украине, и отвечал на вопросы корреспондентов с проповедью, с миссией своей, они спрашивали его, расскажите, как вы ходили по Луне? Он говорит, разве это имеет значение, как я ходил по Луне? Для нас всех имеет очень-очень большое значение, как Христос ходил по этой земле. Друзья, что служит к миру нашему? Чтобы мы помнили, каждый день, во всех благах, во всех каких-то достижениях, недостижениях, во всех мелочах, крупных, мелких, друзья, только Бог, только Христос. Дальше написано так. Хочется остановиться вот на какой мысли. Христос плачет и говорит за то, что ты не узнал времени посещения Твоего. Христос говорит за то, что ты не узнал времени посещения Твоего. Всему время и случай. В книге Экклезиаста в 9 главе 11 стихом написано так. «Непроворным достается успешный бег, нехрабрым победа, не мудрым хлеб, неразумным богатство, не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Христос плакал, говорит, вы не узнали. Вы не узнали время посещения. Друзья, я скажу так еще. Нас посещает духовный мир постоянно. Так или иначе. И добрые ангелы, и злые. Написано так, что когда человек кается, и злой дух отходит от него, и если мы не заполнены ничем, если мы остаемся пусты для Бога, праздны, если мы повильны, если мы безразличны ко всему духовному, если мы не исполняемся благодатью Божьей, Словом Божьим, если мы не интегрированы в церковное служение, мы пусты. Написано так, что приходит злой дух, видит выметенным, и берет всем злейших, и входит. И прежнее, друзья, мы свидетели. Мы свидетели многим таким случаям, многим таким ситуациям, когда души приходили, каялись, посвящали свою жизнь Богу, но дальше не двигались по... не возрастали в верении, не возрастали в спасении, не двигались по этой лестнице духовной. Друзья, бывало такое. К большому сожалению, к великому сожалению, такое бывало, посещает. Христос плачет, говорит, вы не узнали, вы не узнали времени посещения моего. Друзья, Бог посещает, вот совсем недавно, да, 3-4 недели назад, мы имели какие-то блага. Сколько ропота, все не так, все не то, все дорого, все плохо, все, то там коммунальные, то там проезды, там, вот. Кто мог подумать, что только раз, и все. Вот то, что мы думали, что оно плохо, и оно оказалось совсем даже очень и неплохо. Друзья, Христос говорит, вы просто не узнали. Вы просто не узнали. Друзья, Бог посещает благами. Нам хорошо и радостно, когда мы вместе с псалмопевцем можем радостно и восторженно сказать, Господь пастырь мой, да, 22-й псалом. Все детки учат, мы его знаем. Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пашетях и водит меня к водам тихим. Друзья, но стези Божьи, они могут вести чуть-чуть по-другому. Они могут вести дальше, глубже. Они могут вести через долину смертной тени. Через топи уныния, друзья, Иеремия говорит так, Он повел меня и вел во тьму, а не во свет. Я прочитаю, я прочитаю, чтобы не ошибиться. Из книги «Плача Иеремии» с 3-й главы. Сначала. Я человек, испытавший горе от жезла гнева его, Он повел меня и вел во тьму, а не во свет. Так Он обратился на меня и весь день обращает руку свою. Друзья, книга «Плач Иеремии» на еврейском языке в оригинале звучит, знаете, как? «Эйха». Один вопрос. Как? Как? Господи, как? Вот как такое получилось? Прекрасный пророк, богобоязненный и посвященный человек. Богобоязненный и посвященный. Кругом люди все радуются, женятся, выходят замуж, веселятся, какие-то мероприятия, какие-то забавы, работа, благополучие. Все очень хорошо. Но грешат. Из них один, с ним еще был писец, который записывал то, что Иеремия ему диктовал. Вот. И за то, что он Слово Божие говорил, обличал, наставлял на путь Божий, на праведный путь Божий, его бьют, его не слушают, его садят в яму, в яму с помоями, в яму в грязь. Он говорит, грязь вошла душа моя, друзья, лучший, лучший из всего народа. И он Бога вопрошает, говорит, Господи, как? Вот как? Почему вот такое бывает? Друзья, переживание, переживание, это вопрос, это вопль души. Как, Господи, как это пришло? Как такие обстоятельства вообще могли случиться вокруг меня? Как это сложилось? Друзья, немножко коснусь этого. Вот время, разрушение Иерусалима, время, когда жил Иеремия, много потрудился, чтобы народ Божий исправился, ну, тщетно. Тщетно. И вот он говорит, я вот дальше прочитаю, до 20 стиха. четвертого, измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью и тяготою, посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеною, чтоб я не вышел, а тяготил оковы мои. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою, каменьями преградил дороги мои, извратил стезю мои, он стал для меня, как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытном месте, извратил пути мои, и растерзал меня, привел меня в ничто, натянул лук свой и поставил меня, как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, повседневную песню их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил каменями зубы мои, посыпил меня пеплом и удалил мир от души моей. Я забыл о благоденствии. И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. По мысли о моем страдании, о бедствии моем, о полыне и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот так, друзья. Пророк, от которого народ, ну, казалось бы, сам, сам должен ожидать ведения от Господа, который должен быть постоянно воодушевлен, который мотивирован именно личным общением с Богом нести Слово Божие. Он сидит в унынии. Написано так, 13 стих, «Послал в почки мои стрелы из колчана своего». Ну, почки считались у народа Божия это центр чувств. Центр вот всего, ну, эмоционального. то есть все, все эмоции мои, ну, их нету. Плач, слезы, зубы сокрушены, все сокрушено. Господи, я не могу слова сказать. Друзья, почему так? В нашей жизни, а не случаются такие ситуации? Бывает такое? Друзья, я думаю, что с нынешними событиями, ну, вопрос риторический, Руслан, да, конечно, бывает. Конечно, бывает. Друзья, и у меня оно такое бывает. Вот. Ну, почему и на страницах Священного Писания есть вот такие примеры Иовы, Иосифа, Иеремии. Вот. Святых мужей Божьих, самых праведных, лучших на этой земле. Бог хочет показать, ну, во-первых, что наша вера будет проходить очень большие испытания. Во-вторых, друзья, что их постигло испытание, и самое главное, что они не просто смогли пережить его, что Бог вывел их оттуда на стези радости. Друзья, всех вывел. Всех вывел. Вот. А почему человек впал в такое уныние? 20 стих. Твердо помнит это душа моя и падает во мне. Друзья, он говорит так, я твердо помню, что случилось. Твердо помню. То есть, он зациклен на своем горе. Он сосредоточен именно на этом, на этом то, что доставляет ему боль. Друзья, ну, знаете, как у нас сегодня с утра мы все просыпаемся, да? Ну, что первое? Новости. Господи. Новости. Ага. Картина сегодняшнего дня. Что у нас? Сколько у нас заболело в Днепре? Сколько инфицированных? А что в Першотравенске? А что, сколько Трамп выделил на экономику? А в больницу в Ухане закрыли, не закрыли? Что в Италии? Что в Испании? Друзья, что? И все. Все. Твердо помнит это душа моя. И мы сами себе это нагнетаем, нагнетаем, нагнетаем каждый день. И за дня в день только об этом и думаем. Ну, казалось бы, о чем еще думать? Друзья, нет. Нет. Вот. Сказано так. И падает, и падает, и падает. Почему? Потому что вот этими размышлениями мы сами себя укрепляем в этой ситуации. Позавчера один брат, дня три назад, один брат, который, ну, претендует на высокую духовность, как бы, ну, я сам удивился. меня останавливает и говорит, Руслан, ну, вот, что происходит? Ты в духовном смысле, ты же понимаешь, что происходит? Я удивился. Ну, поясни, что понимаешь. Он, ну, как, как? Ну, YouTube завален роликами. Говорю, какими роликами? Ну, ну, масоны же это все устроили. Я говорю, слушай, все, ну, дальше, дальше даже и не будем продолжать. Это все тайный план. Я говорю, да, ну, понятно, что тайный план. Масоны все скрывают, мировое закулисье это все скрывает, а ты все знаешь. И YouTube знает. Да? Вот. Давай дальше не будем говорить. Если бы Бог не попустил, если бы Бог все, давайте, мы люди верующие, мы понимаем, что все устроено, все, что не попущено, оно, оно Богом допущено. Если положено нам пройти этот путь, если положено разделить нам судьбу, это с народом, с которым мы связаны, вот по месту жительства, там, где мы родились, если Бог так усмотрел, друзья, да будет так. Да, будем молиться, да, будем уповать на Бога, да, будем просить милости, но, тем не менее, будем идти, так как Бог нас ведет. Друзья, ну, а новости, они нагнетают. Новости не нагнетают постоянно. Обратил внимание на одну новость по всем русскоязычным лентам. Он пишет, в Нью-Йорке каждые 17 минут от коронавируса умирает один этот. один человек, один пациент. страшная новость. Ну, как бы и страшная, друзья. Страшная новость. И да, и все, в городе ад, в городе страшное дело, все. Ну, взять калькулятор, посчитать, что такое один человек в 17 минут. Разделить часы, сутки. это 84 человека в сутки. Ну, как бы и немало. Но если взять в расчет, что в Нью-Йорке, только официально, официально, 8,5 миллионов населения, а мы понимаем там, что там за 10 миллионов, будь здоров, сколько. Вот. Ну, как бы даже меньше сотни человек в день. Ну, мы в хорошие времена, на Украине, да, там от 1200 до 1500, ну, в обычное время, в обычное, вот, обычная, обычная статистика, переходили в вечность такое количество людей. Вот. Смотришь, что вроде, вроде как и ничего страшного. Ну, тем не менее, СМИ нагнетают, им надо сенсация, информация спекулирует, ажиотаж, вот, чтобы произвести впечатление. И мы, в том числе, дети Божьи, читаем, падаем, унываем. Друзья, какой выход для каждого из нас? Пребывать в Слове Божьем, пребывать в благодати, друзья, пребывать в обетованиях Божьих. 21 стих. Вот, что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя. Иеремия говорит, смотрите, как будто вот два разных человека, говорит, 21 стих. Вот что я отвечаю сердцу моему. То есть, я отдельно, сердце отдельно, и я ему отвечаю. То есть, оно мне говорит, я ему говорю, оно мне, я ему отвечаю, оно мне отвечает. Что отвечает? Милость Божья над нами, в конце концов. Друзья, разве судьбы Бога, наши судьбы Богу безразличны? Разве для этого Христос приходил, чтобы мы жили в таком состоянии, чтобы мы были брошены? Разве для этого Христос страдал? Друзья, совершенно нет. Иеремия сердцу своему говорит, стоп, паника. Стоп. Почему? Потому что я на Господа уповаю. 24 стих. Господь, часть моя. Господь, часть моя. 37 стих. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Христос говорит, ну разве волос один упадет с нашей головы, без воли Отца Небесного? Касающийся вас, в другом месте написано, касается зеницы ока моего. Друзья, как выйти, что сказать, своей душе? На кого упование? Господь наше упование. Ни президент, ни медики, ни начальники, ни вакцины. Друзья, да, все на своем месте, естественно, все на своем месте. Но тем не менее, как верующие люди, прежде всего, и прежде всего, Господь упование мое. Друзья, и сердце царя написано в руке у Господа, и в римлянам написано так, что верующим все содействует ко благу. Все содействует ко благу. За тебя умрешает нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Друзья, дорогие, если никакая тварь не может отлучить нас от любви Божьей, то тем более, или что-либо из нынешних опасностей. Друзья, Господь, часть моя, как хорошо, если мы будем напоминать это прежде всего себе. Как хорошо, если мы будем напоминать это в своих семьях. Как хорошо, если мы будем напоминать это друг другу. Друзья, и Иеремия говорит, что по милости Божьей мы не исчезли, и милосердие Его не истощилось. Друзья, все плохо, но милость Божья, она над нами, и мы все это помним. Дней, где-то недельку назад товарищ рассказывал, созванивался с братьями и сестрами в Италии, в Испании, ну в Испании вот наши общины есть. Говорит, ну хорошо, да, они ему звонили, говорит, ну что-то утешение скажи, что-то скажи там, вот, какую-то проповедь, какую-то мысль на эту тему. Говорит, хорошо, давайте рассуждать. Есть в этой ситуации что-то хорошее. Вот, вы в квартирах живете? Да, мы в квартирах живем. Друзья, это хорошо? Это очень хорошо. Мы живем в своих домах, вот, моя бабушка жила, у нее пол был земляной, крыша была, ну, как раньше, ну, хаты были, вот такие. Сейчас мы живем, у нас есть газ, у нас есть свет, в квартирах канализация есть, у нас есть условия. Хорошо это? Да, хорошо. Дрова рубать надо? Не, не надо, у нас все хорошо. Хорошо, дальше, что у вас? Питание есть какое-то? Да, да, у нас есть питание. Вот, холодильники, ну, забиты, нормально, а правительство сказало, что дальше вот будет какие-то пайки выдавать, сумки давать там, с продуктами. Вот, когда это будет заканчиваться, по 500 евро будет давать. Ну, это хорошо, и это хорошо. Ну, так что вам еще надо? Ну, что вам еще надо? Ну, не поехали в какие-то поездки, не поехали в какие-то гости, отменились какие-то мероприятия, ну, ладно, ладно, но зато мы, насколько понимаем, насколько бренно и тленно жизнь человеческая, насколько бренно и тленно наши планы, ничего не значащие. Друзья, пусть Бог нас укрепит в благодати, чтобы упование наше было Христос, чтобы мы понимали, что во всех обстоятельствах, чтобы мы понимали, что во всех жизненных всяких моментах, событиях, Бог, Он с нами. Друзья, и очень важно, очень важно, Бог плакал, Христос плакал, говорил, вы не узнали времени посещения моего. Собрание, служителя, церковь, проповеди, это не время посещения Господа. Сегодняшний день, это время посещения Господа? Скажите, пожалуйста, я точно могу сказать, это есть время посещения Господа. Особенно хочу сказать тем, кто не примирились с Богом. Сегодня твой день, Христос плакал. Он говорит, за то, что вы не узнали время посещения моего, будете побиты. Будет время, когда будет уже поздно. Что будет? Друзья, в Италии рассказывали, говорит, мы когда прощались со своими родными с температурой, мы даже не понимали, что вот здесь сейчас, дома, в квартире, мы их видим последний раз. Их забирает скорая, все, мы не видели даже их трупов. Даже все, они в больнице туда не допускали, на похорона не допускали. Что будет завтра, мы не знаем. Друзья, пусть Бог укрепит, чтобы мы всегда бодрствовали, чтобы Христос, Он был всегда перед нами, чтобы время посещения Бога было для нас всегда живо, актуально, и ясно всегда перед нами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,